Больше за полторы тысячи человек забрал третий великий день физической культуры в Могилеве. Организаторы телерадио-компании Могилев и Могилевские гарвы-конкам сделали все, как каждый, кто заветал на свято на Набережную Дубровенке, не сумовал. И это, на думку гостей свято, отрымалось. Спартиевная арена под открытым небом. Миновито так выглядала Набережная Дубровенка в Могилеве в субботу. Разностайная шоу-программа, конкурсы и интересные гости. Селита могилевчан знайомили с молодыми спортивными талентами. Сярод их дзюдаист Рыгор Клепча. 20 лет мне побывал я в очень много стран. Хорватия, Бенгрия, Чехия, Польша. По спортивному свой день народжения 20 год у эфиры отзнашила первая региональная эмстанция Беларуси – Радео Могилев. До этого я не организовали в социальных сетках для своих слухачок конкурсы, а переможцам узнагородили подчас спортивного дня. С нагодой юбилея на Пляцовце свята организовали незвучайный спортивный флешмоб. Посмотрев, как все прыгали на батутах, как подтягивались, как стояли в планке. Так что настоящие спортсмены говорили, что это просто рекорды. Все втянулись и показали, что да, Могилев – спортивный город. Традиционно «Великий день физической культуры» ладится на початку осени. У ГЭТ и сейчас спортивные секции Могилева распочинают новый набор. На спортивном святе яны организовали воркаут-пляцовки, где каждый, ожидающий, мог попробовать свои силы. И, если вид спорта сподобается, записаться в секцию. Чем бы хотели, чтобы ребенок занимался? Плавание, гимнастика, может быть. Может быть, какая-то атлетика, легкая атлетика. Я считаю, что каждый человек должен спортом заниматься. Хотя бы просто для саморазвития. Чтобы быть в форме, поддерживать фигуру. Об этом рассказали инструкторы левших фитнес-клубов города, что год на спортивном святе яны представляют свои программы. Третий «Великий день физической культуры» стал самым масштабным и выходит за Межимы Гелева и в области. Приезжают ребята и друзья из Минска, из других городов. Поэтому, я думаю, что мы сделаем еще что-то интересное, но обязательно здесь, на этом месте. «Великий день физической культуры» обещает вернуться в наступном годе. Арина Соловьева, Николай Соболев, Новины региона.